Здравствуйте, друзья! В студии с вами снова я, Андрей Ивашко. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной буквице Ш. С филологической точки зрения считается, что эта буква не является русской буквы по происхождению, что она была заимствована с языков Ближнего Востока. Но ведическое знание это не подтверждает. Буквец Ш является исконно русской буквой. Буквец Ш представляет собой образ некоего пространства, в котором вершатся действия. Помните, образ буквицы Добро, например, это сами действия. Образ буквицы Глаголь, это глаголение, которое где-то вершится. Ер, это просто процесс, который вершится, а ерь уже завершенный процесс. А вот где все это вершится? Это все вершится в некоем пространстве. И вот это самое пространство, это и есть Ша. Образ буквицы Ша может обозначать не только пространство географическое, как, например, комната, студия, город, страна или планета, в конце концов, или, как наши предки говорили, Земля. Из каких сфер состоит жизнь человека? Ну, это его внутренний мир. Это ведь пространство? Пространство, значит, это Ша. Это работа, на которой человек работает. Семья — это сфера, это Ша. Это пространство. И какая-то социальная сеть в интернете — это тоже Ша. Да что там говорить? Каждая страничка социальной сети — это тоже своя Ша. Когда человек учится работать с буквой С и Ша, он отделяет одно пространство от другого. Эти пространства изолированы лишь условно. Но если человек в своем сознании локализует пространство своих действий, то в таком случае у него увеличивается результативность. Если мы посмотрим на геометрию буквицы Ша, а каждая буквица вписана в общие принципы сакральной геометрии, то мы увидим, что левая и правая вертикальные черты и задают некое ограничение, некие точки локализации или флажки, или якоря, называйте как угодно. Благодаря этому человек может обрести понимание механизмов, как взаимодействовать с тем или другим пространством. Как это делается в жизни, спросите вы? Давайте разбираться. Все довольно просто. Мы возьмем телевизионный канал «Славянский мир» как пример. Это тоже Ша. И осуществляется налаживание взаимосвязей этого пространства, Ша, с другими некими пространствами. Какие это могут быть пространства? Это пространство мыслей каждого человека, это семья, это род, какие-то города. Это ведь тоже пространство. И когда налажены взаимосвязи, то то, что говорится здесь, в этом пространстве, в славянском мире, Ша, может повлиять на другие пространства, на другие Ша. Точно так же, как и у зрителей есть возможность со своих пространств Ша написать что-то, написать какое-то сообщение, какое-то пожелание, и они окажут влияние на это пространство Ша. Таким образом, налаживание взаимосвязи между собой оказывает взаимное влияние, и благодаря этому, пребывая в одном пространстве, можно повлиять на событийность в пространстве, в другом. Фактически, буква Ша обозначает целую науку, которую в наших кругах принято называть пространствоведение или сакрализация пространства, где человек воспринимает пространство уже не как данность, а скорее как некий пульт управления реальностью. И он локализует эти самые Ша и благодаря этому увеличивает результативность своего влияния на окружающий мир. Искренне хочется пожелать вам, друзья, овладеть, то есть привести в лад все ваши пространства, все ваши Ша, из которого состоит ваш мир. В первую очередь, конечно, речь идет про ваш внутренний мир, про ваше внутреннее Ша. Искренне желаю вам гармонии, лада там. Собственно, слово овладеть пространством, оно и обозначает навести там лад, навести там некий порядок, навести там гармонию. А на этом мы с вами прощаемся на сегодня, и в следующий раз мы поговорим о том, как можно и нужно защитить свое пространство. Следующая буквица у нас это буквица Шта и ее образное значение защита. Как они связаны между собой, об этом смотрите в следующем выпуске. Благодарю вас за внимание, друзья. Увидимся!